Работают, конечно, но когда следователи или полицейские начинают сводить в единые цифры все правонарушения, совершенные за год, становится страшно. Например, по данным следователей, в 2015 возросло число преступлений, совершенных против детей. Причем большая половина из них – это преступления против половой неприкосновенности. На протяжении ряда лет Следственное управление Казахстанской области занимает стабильно высокие места среди региональных управлений Следственного комитета. Что, на мой взгляд, свидетельствует о неплохих темпах работы. Вместе с тем, оценивая итоги ушедшего года, полагаю, что имеющийся пациентаб позволяет во многом повысить планку. Вообще на коллегии сегодня звучало много цифр, и должна признаться, саратовским следователям есть чем гордиться. Было раскрыто 90% убийств, 95% изнасилований, более 60% преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью. Успевают следователи заниматься ими раскрытыми делами прошлых лет. Сейчас проводятся генетические и молекулярные экспертизы улик. Так что, возможно, число висеков еще сократится. Только взаимодействие оперативных служб, следственных органов и в дальнейшем, естественно, прокуратуры, поскольку мы занимаемся, возглавляя координацией борьбы с преступностью прокуратуры, мы можем добиться положительных результатов, которые есть, естественно, в вашей работе. На коллегии не только подводили итоги, но и ставили задачи на нынешний год. Одним из приоритетов сократить число фактов нарушения сроков расследования, проверок, содержания под стражей. Правда, такую же задачу ставили и в 2015-м, но так и не выполнили. Ирина. Редактор субтитров А.Семкин